Во всей красе. Это особенный клиппер, друзья. Я долго старалась раскрасить ему паруса. Он будет внушать неописуемый ужас всем встречным и поперечным. Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И сегодня мы с вами снова возвращаемся в замечательную игру The Pirate Caribbean Hunt. Друзья, я хочу сделать еще один розыгрыш кораблей по многочисленным просьбам. Я хочу повторить розыгрыш, но уже немножко на других условиях. Как мне сообщили, не все вы имеете возможность подписаться на мой канал. Поэтому это не будет одним из условий того, чтобы получить корабли. Итак, друзья, разыгрывается 12 кораблей. 12 кораблей премиум класса. И сейчас я вам их попозже продемонстрирую, но сначала скажу условия этого самого конкурса. Друзья, все, что от вас надо, и это будет немножечко творческий конкурс, придумать название кораблю. Но название должно быть оригинальное, не Black Pearl, не какие-нибудь еще известные нам названия. А название, которое было бы созвучно кораблю, созвучно пиратскому кораблю, чтобы оно было в рамках приличия, скажем так. И из того, какие ваши предложения будут по названию корабля, мы будем решать, кто занял первое место, второе, третье, четвертое. И в соответствии с этим будем разыгрывать корабли. В принципе, розыгрыш будет сделан рандомно. То есть мы будем выбирать число, то есть первый человек получит больше шансов с самым интересным названием корабля, выбрать корабль из всех, какие здесь есть. Ну и соответственно, по уменьшению будет просто уменьшаться количество шансов. Но я думаю, что если вас наберется больше, чем 12 человек, то те, кто, как говорится, тоже пожелал участвовать, и кому, может быть, не достанется кораблик, тот получит от меня тоже какой-нибудь утешительный приз в виде, может быть, не премиум корабля, а корабля у меня их много, первого класса или еще какого-нибудь. Посмотрим. Ну, в общем, давайте рассмотрим те корабли, какие у нас есть. Во-первых, это будет два клипера. И два клипера у нас, друзья, сразу хочу показать. Все кораблики у нас с вами имеют оригинальную раскраску. Вот он клипер, один из клиперов, другой я тоже вам покажу. Следующий корабль это Манавар Лайн Дачман, летучий голландец. Вот такой вот у нас красавец с оригинальной раскраской. Также у нас Месть Королева Анна. Тоже два корабля. Все кораблики, все виды по два корабля. И летучий голландец, и Месть Королева Анна тоже. Вот такой вот красавец. Или красавица. Также Севрейн омзаси. Сейчас мы его посмотрим, как он у меня раскрашен. А именно его паруса. Вот такой вот волчий корабль. Их тоже у нас два. Следующий тоже линкор, тоже Северин, но уже другой раскраски. Вот такая вот фиолетовая жемчужина. Друзья, если вам не нравится раскраска, вы всегда, естественно, можете перекрасить, как вам угодно, как вам хочется. Также у нас есть две джонки. Королевские джонки. Вот одна из них. И еще одна. Следующая у нас Месть Королевы Анны тоже. Друзья, все корабли получат, соответственно, запас провианта, именно ядра, всякие разные бочки и так далее и тому подобное. Просто на некоторых у меня сейчас не хватило их наполнить. Но вы получите корабль, в общем-то, полностью заполненный ценными и бесценными грузами. Итак, это была тоже Месть Королевы Анны. Следующий у нас Летучий Голландец. Просто хочу вам всех их показать. Они все оригинальные. Ни один другого не повторяет. То есть у вас второго такого корабля, если вы его выиграете, у вас не будет. Вернее, не будет ни у кого, будет только у вас. Итак, это Летучий Голландец второй. Калипсо. Клиппер Калипсо. Сейчас я вам его покажу во всей красе. Это особенный клиппер, друзья. Я долго старалась раскрасить ему паруса. Он будет внушать неописуемый ужас всем встречным и поперечным. Хотя клиппер у нас, в принципе, не военный корабль, но кораблик отличный, кораблик быстрый. Следующий это Дью Кухкент. Линкор первого ранга. Секундочку. Да, мне его тоже надо будет пополнить. Вот такой вот у нас веселый. Веселый апельсин. Смасшедший апельсин. Но, друзья, имейте в виду, еще у меня стоит шейдер на свет и немножечко цвета не будут такие яркие, такие кричащие, они будут немножко поспокойнее. И еще один Дьюк Офкент. Давайте посмотрим на него. Вот такой вот красавец. Что ж, вот такие у нас с вами корабли. еще раз повторяюсь, они будут все заполнены грузом. И все, что от вас требуется, это придумать хорошее имя кораблю. Результаты голосования, вернее, результаты конкурса я буду опубликовать через неделю. Вернее, я сделаю прямой эфир и прямо в прямом эфире мы с вами и разыграем эти кораблики. Опять же, у кого нет возможности выходить на YouTube или пользоваться YouTube, все условия, а также это видео будет помещено в группу. Переходите по ссылочке под этим видео. И также все описания этого конкурса будет в моей группе и в группе пиратов в Карибских морей. Итак, друзья, это было все в принципе о конкурсе. Я жду ваших заявок. Пишите в комментариях, кто может под этим видео. Кто не может зайти на YouTube, пишите в группе. В общем, все будет, описание будет под видео, описание будет в группе, поэтому я жду вашего участия. и желаю вам творческих успехов. Так, ну что ж, это о конкурсе. У нас с вами сегодня чудесная погода и чтобы это видео может быть не было таким коротеньким, я так думаю, что нам с вами надо заняться чем-нибудь, попиратствовать. Более того, у нас есть чем, друзья, у нас в осаде наша база на Исля Мальдита, поэтому что мы делаем? Мы сейчас забежим в наше Муэрте. Так, все, у нас страдают автоматически. И что ж, будем выбивать шипостатов, но я хочу это сделать изощренным образом, но насколько оно изощренное я не знаю, я хочу использовать наш военный галлеон Shadowfix. Сейчас мы посмотрим все остальное у нас остается в порту. Это вот мои корабли, которые здесь стоят. Итак, Shadowfix пойдет у нас в бой. Это военный галлеон премиум-класса. Он у меня один, поэтому я их не разыгрываю. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас. Ага, у нас людей не хватает. Сейчас мы пополним людей, возьмем и ладно, заберу с летучего голландца. Летучий голландец остается на месте. у нас все есть. У нас есть, в принципе, мортира, у нас есть... Давайте мы возьмем побольше бочек. Я думаю, что они пригодятся. Наверное, нам пригодится побольше ядер. Ну, а все остальное, в принципе, я думаю, что достаточно. Итак, побежали освобождать нашу базу. Ислам Мальдита в осаде и мы поднимаем парус. Ты кто такой? Ты кто такой? Ты зачем? Ты зачем со мной пошел? Ты кто? Вон, нельзя. Это эпик фейл. Я не знаю, кто это был. Вон, И зачем он с нами был? Это какой-то не надо отвезти этого в массы пуску? Кто-то был вообще? Его сейчас потопит естественно. Я не обратила внимания. Мне казалось, что все все мои кораблики идут со мной. Ладно, попробуем увезти, может быть. Если не получится его увезти, то мы просто-напросто перестартуем. Откуда что взялся? Я не видел мне казалось, что все мои корабли на базе. Попробуем выйти из этого положения, заодно посмотрим, можно ли выйти вообще в принципе из этого положения. Бежит он хорошо. Ветер у нас какой? может быть удастся оторваться, друзья. Подождем. Увидимся с вами через пару секунд. Итак, друзья, удалось вроде нам убежать. Не знаю, откуда взялся этот шлюп. Ну-ка давайте-ка вернемся или до мэрта. Так, да, нас попросили заплатить денег. Откуда ж ты взялся малыш? Где-то он был, очевидно, он стоял на рейде из-за того, что он такой маленький. Но это на самом деле военный шлюп, уникальный военный шлюп. Ну, это не важно. Давайте я проверю все-таки тогда все свои корабли. Итак, летучий голлантик остается, этот остается, этот остается. Shadow Fix тебя, конечно, немножечко там покуцали. Давайте мы тебя починим. окей. Все, на сей раз, я так понимаю, у нас все-таки ну да, пять кораблей, очень странно. Ладно, отправляемся на сей раз в гордом одиночестве. Я так понимаю, это будет ночная битва, да? Ладно. на сей раз у нас тут паровой корвет, я слышу, я слышу, как он там трактив. Более того, по нам сейчас будет палить Ford. потому мы предприним маневры. с какой стороны к тебе зайти? давай, давай, бей, 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 Ford, бей своих, чтоб чужие боялись. я так понимаю, видите, они вон уже подбиты. Так, бочки пошли в ход, держите во-первых рот, вторых бочки, скорость я немножечко уменьшу гриву. так, надо их навести на эти бочки. Можно редуцироваться немножко скорость. О, мануло. Ну да, нельзя стрелять, когда бросаешь бочки. Есть такая в такой момент. на самом деле не так много тут кораблей. Так, все не подорвались никто. Есть. По одной, по одной. Ну, на самом деле не столько много. Я так понимаю, это что у нас? Военный галеон или манаварный? сейчас посмотрим. Сейчас сбороком сброшена. на палубу. Все Так, здесь нам ветер будет мешать. Попробуем немножко по ним постучать. пострелять. Пострелять. И штырь в нашу базу забрали. В принципе, можно, кстати, знаете, что? Давайте-ка я перезаряжу на цепи и просто попробуем груза немножко посносить. на цепи. На цепи на цепи на цепи на очереди. Следующий. Маленький сейчас должен рваться на бочку. Молодец. Так, ускоримся. Избегают они упор, избегают этих бочек. В принципе, пороховому корвету как-то все равно по поводу парусов, но, тем не менее, не помешает. О, нам с не слезать на пушку. О, это зараза. Сейчас я тебе набросаю бочек. Пороховая бочка сброшена. Пороховая бочка сброшена. Пороховая бочка сброшена. Не болтаю. Да, 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 да. Я так думаю, что этот тоже сейчас не будет болтать. Понятно? Отлично. Пороховая бочка сброшена. Орудиям! Парусам изведены. Парусам изведены. Плохо, что они у меня, конечно, заднюю пушку убрали. Что делать? Давайте-давайте, разворачивайтесь! замечательно это ты хорошо попал давай я тебе еще тоже парус немножко подобью сейчас вторую получишь так она пока пойдем заберем что у нас тут есть тогда у нас наши же бочки плавают так доски так ну в принципе я думаю что не хочется мне просто возиться с этими бочками честно говоря это довольно долго шебека в принципе как видите уже почти готова а фрегат сейчас потеряет остаток своих парусов так . с нашим галеоном наш галеон держится пока что замечательно еще пара залпиков и они будут стоять как вкопанная в принципе вот и все так ты сейчас тоже получишь а мы пойдем сутки попытаемся еще забрать груз что смогли так пошли давай починимся освободим место так что мы заберем здесь давать парусину что-то поместила что-то нет так вы что стоите там дружочки стоите ладно поднять вот переключаемся на на дружке и пошли их бомбить наших неподвижники бригад шебека шебека так вот как раз ты мне нужен тут бортом стоишь в принципе стоишь для меня идеально или ах нет подожди все так по идее должен быть представляет хитрющая шебека ну да ладно это так думаю что мы его добьем брать на абордаж в принципе друзья можно но как-то не хочется честно говоря возиться хотя в принципе но без парусов я его паруса сбила мимо паруса потом чинить так что же отлично давай-ка мы сюда за зарядить картечь этот борт у него подбит неплохо поэтому по идее по идее мы можем с ним и пободаться он конечно сейчас нас будет стрелять так просто это дело не оставит не подпустит так 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 и вот это вот это вот это вот это вот что-то у нас творится и мы успешно защитили свою базу ах ну да нам же не надо было пить тот самый наш же наш же форт все правильно переместимся так ну чтож давайте забираем захват корабля фрэш тигры мы вас захватили месье держи все паруса так что ага да 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 осторожность или бочками поэтому давай-ка ты следовать за за мной поднимем полоса и побежали для одного подчиниться так на тебе вот себе чинись чини свои паруса иначе ты никуда не пойдешь так ну что-то мы восстановили вот мы тоже восстановим а нам что не хватает людей что ли ну-ка подожди секунду почему я вижу что до людей так как-то нам не хватает на всех хотя по идею все есть все есть странно что напрягаться написано что нету так фрегат хватает по количеству посмотрим если фрегата сейчас хватит все то мы его и отвезем так стоит мы можем что-то забрать из груза плавающего он же тут есть груз нет поднять якорь а вот рядом плавающий груз мы можем его взять подождать пока переключится взять все что нам это тоже не помешает и в принципе можно и по идее можно отправляться наверное домой особо тут не крутясь и так мы отбили на кого 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 мы отбили и сломальдиту мы отбили поэтому давайте мы сюда и переместимся так у нас тут все продается автоматически и кораблики у нас тут наш военный галлеон это наш фрегат который в принципе по идее тоже можно продать еще фрегат и еще фрегат и друзья очень смешно по их получилось у нас целый форт фрегатов форт фрегатов и не а военные галлеона немножко странно что не казалось что у меня тут больше корабли возможно кто-то еще тоже стоит на рейде нет все тут и естественно те корабли которые нам не нужны я продам ну что ж я так думаю что наш военный галлеон показался бы хорошо принципе мы потеряли людей но на то он и абордаж при абордаже люди теряются понятно а так все прошло гладко и отлично так что друзья что же база наша отбита а для самых терпеливых те которые остались я вернусь еще раз на нашу базу где стоят карак кораблики которые могут разыгрывать сейчас как видите немножко свет поменялось и они выглядят тоже немного по-другому я еще раз пробегусь по чтобы посмотрели на то что вы можете выиграть такие чудесные корабли поэтому что друзья еще раз огромнейшее спасибо всем кто это видео посмотрел принимайте участие в конкурсе неделя у вас есть времени на ваши творческие экзерсисы а я с вами прощаюсь всего вам хорошего и пока 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 вам а